Привет! Сегодня уже 23 марта и завтра будет уже 7 месяцев, как мы приехали сюда в Канаду. Почти 7 месяцев, как мы приехали сюда в Нью-Бранс. Полгода у меня снять не получилось, так как мы ездили в Галифакс. В Галифаксе мы очень хорошо отдохнули и решили для себя, что нужно отдыхать больше. Им нужно ездить, перешествовать больше. Поэтому мы будем, начиная с начала апреля, с середины апреля, как будет уже лучше погода, будем стараться все больше и больше ездить, куда-то отдыхать. Пока стараемся далеко не ездить, где-то здесь по местности. Например, недавно были в небольшом селе, которое я снимала. И мы поняли, что именно смотреть, путешествовать надо больше. За последний месяц ничего особого такого не произошло. Последний месяц или два. Вот мы съездили в новую скошу, обколесили всю новую скошу. Куча видео я выложила. А что еще такого интересного? Я, мало того, что я сейчас учусь на курсе аккаунтинг, на университетском курсе, я еще у нас на офисе проводятся курсы, курс, не курсы, а такой курс, где-то полтора месяца, по два раза в неделю, sales, sales training. Вот. И как бы я там больше как организатор, но и присутствую. То есть тоже интересный тренинг, интересный тренер в какой-то степени. А как бы у мужчины очень большой опыт работы в продажах, поэтому участвую и как бы беру для себя что-то интересное. Из такого еще происшедшего за эти пару месяцев особо ничего нету. Не знаю, рассказывала или нет, что мы уже познакомились здесь, к сожалению, с местной медициной. Расскажу о медицине позже, потому что многие просят. Я постараюсь на этих выходных или на следующих снять видео о медицине. И, ну, слава богу, все в порядке, просто у ребенка были проблемы с лимфоузлом, и я перепугалась и побежала. Сама я уже, наверное, две недели как кашляю, все никак вылечиться не могу, но это такое. Как бы мне не страшно. За снос, за storm days я рассказывала. Короче говоря, мы уже привыкли к Канаде. Время очень быстро летит здесь, очень быстро. Не успеваешь начинать понедельник, начинается рабочая неделя, как уже пятница, конец рабочей недели. И выходные пролетают уже очень быстро. Мы стараемся куда-то ездить, куда-то ходить, где-то что-то интересное смотреть. Вот на прошлых выходных были в кино, у нас каждый выходной каток обязательно. Вот куда-то ездим, ездили на прошлых выходных. То есть стараемся проводить активно время. И, наверное, в этом видео я как бы подумала, о чем рассказать. Все снимают видео полгода, 7 месяцев. Никто, наверное, только я снимаю. Но в основном все полгода делают какие-то выводы. Мне особо выводов каких-то делать не хочется. Но мне, наверное, хочется рассказать о каких-то... Не так уж все здесь прекрасно. Вроде когда снимаю видео, стараюсь все в положительном. Ну, действительно, здесь очень хорошо, здесь очень много всего хорошего. То есть здесь очень трудно найти что-то, какие-то минусы. Поэтому я так про себя подумала и решила как бы рассказать о и плюсах, и минусах, которые здесь могут быть. Также хочу сказать, что вот мы все ждем, мы ждали, ждем какой-то депрессии. Потому что когда мы уезжали, нам рассказывали, что вот первый, там, второй месяц вы будете в восторге. Один месяц, потом там начнутся проблемы с работой, еще с чем-то. И вы, короче, на целый год уйдете в депрессию. Типа так, эмигранты сначала в восторге, что такая страна, все дела. Потом начинают там скучать или еще что-то и уходят в депрессию. Какой-то прям такой депрессии ужасной у нас нет. Мы очень скучаем по родственникам, по друзьям очень скучаем. То есть здесь этого очень-очень не хватает. Не хватает возможности просто взять выходной, поехать к родителям, к маме. То есть провести время с ними. Не хватает возможности, допустим, детям побыть с бабушкой, поиграть и так далее. Постоянно, вот все семь месяцев, как бы, все время дети. То есть нету бабушек, которым можно детей отдать. Нет возможности с мужем куда-то сходить. То есть в этом плане как бы минус. И как бы очень-очень скучаем, конечно, по родным, по близким. Вот, но стараемся созваниваться очень часто по скайпу, по вайберу. Общаемся. Дети общаются тоже с бабушками, но дети — это дети. То есть они, да-да-да, мы хотим-хотим пообщаться с бабушками. Только видят бабушку в скайпе. В лучшем случае привет-пока, какие-нибудь там что-то рассказали, если выдавили из детей. И все. То есть как бы общение, конечно, не такое, как хотелось бы у них с бабушками, с друзьями, с родными. Сын у нас до сих пор скучает по своему другу, старшему очень. Мальчик был в два раза старше Паши. И он очень, Паша к нему привязался. И он до сих пор иногда может Паша сидеть и говорить, мама, я хочу в Украину. А что ты там хочешь? Я пососкучился по Никите. Вот так что такое у нас. Скучаем по племянникам, ну, короче, по племянницам, по всем родственникам очень-очень скучаем. И друзьям, конечно, этого не хватает. Не хватает возможности просто позвонить подружке и пойти, например, куда-то в кафе посидеть, попить кофе. Хотя у меня тут уже есть друзья-подружки, которыми можно как бы созвониться, можно куда-то сходить. Вот неделя две или три назад у Паши, Паша ходил на день рождения к мальчику. Я там встретила свою знакомую. Мы очень отлично посидели, попили кофе. То есть вспомнилось вот это вот, когда мы с подружками собирались где-то в кафе или еще куда-то. Ну, конечно, своих подружек, своих родных не хватает. Это из таких, наверное, больших минусов переезда, когда все остается там. Но, естественно, мы там прожили всю свою жизнь, 33 года. Мы с мужем прожили в Украине, естественно, у нас там все родные, все друзья. То есть я не отчаиваюсь, я там не расстраиваюсь по этому поводу. Меня иногда веселят вопросы такие типа, о, у вас уже там много друзей, вы уже нашли друзей, познакомились. Ну, какие друзья? Мы тут, слава Богу, работу нашли. Слава Богу, как бы развлекаемся, отдыхаем, куда-то ездим. Как бы друзья, они прибудут. Да, у нас есть уже много знакомых, много русскоговорящих знакомых, с которыми мы с удовольствием пересекаемся, видимся где-то, общаемся. Много уже англоговорящих, как бы именно канадцев знакомых. Но сказать так, что у нас тут прям супер друзья, нет. Естественно, для того, чтобы найти здесь друзей, чтобы подружиться, чтобы у нас тут были друзья, нам нужно не полгода и, наверное, даже не год. Вот. Но, как бы, мы особо не переживаем, нам, как бы, хорошо с семьей, мы стараемся развлекаться, отдыхать и так далее. Поэтому, как бы, в этом проблеме я особо не вижу и депрессии у нас такой вот особо нету. Дальше. Вот очень хорошо, что мы нашли с мужем работу, мы такие довольные. У нас прошла вот эта вот волна вау-вау, мы такие крутые, у нас работа супер. Мы, как бы, и я, и муж, конечно, понимаем, что в Украине у нас была работа намного лучше, и у меня, и у него. Именно в плане работы намного интереснее, как бы, и коллектив понятнее, лучше, роднее. Я очень скучаю по своему юг-тесту, я очень скучаю по всем, с кем я работала. Именно по отношению, там, к работе, ко всему, то есть были там свои плюсы, свои минусы. Вот. Ну, конечно, я понимаю, что такой работы, как у меня была в Украине, у меня здесь, скорее всего, наверное, и не будет уже. То есть надо какие-то находить свои другие какие-то пути и пытаться чего-то найти интересного в том, что я делаю сейчас. Вот я пока сейчас занялась аккаунтингом, сейчас я прохожу тренинг по сейлс, это тоже интересно. Я, как бы, работаю во всех там направлениях у нас на работе. И, в принципе, я довольна, сейчас я довольна. Иногда бывают трудности в плане недопонимания, в плане какого-то стиля их работы. То есть, допустим, если у нас какой-то есть вопрос, ты подошел, ну, у нас всегда ко всем ходят, спрашивают, разбираются, как бы обсуждают и так далее. Здесь, в основном, все имейлом. Иногда доходит до абсурда, чтобы спросить какой-то вопрос на одну секунду, нужно написать имейл, который я пишу полчаса, потому что мне же надо продумать мысль, как это спросить, как объяснить, почему, к чему и так далее. Вот, и спрашиваю, и пишу я имейл человеку, который сидит там за мной, грубо говоря, мы вдвоем с директором сидим, и я ему пишу имейл, чтобы его не отвлекать. Это такой канадский стиль работы, как бы, это понятно, но иногда это тяжело. Наверное, морально тяжело иногда, но это, к этому надо привыкнуть, к этому надо привыкать. Дальше, канадцы, здесь очень все такие добродушные, доброжелательные, улыбчивые и так далее. То есть, всегда вот мы тоже восхищаемся именно, сколько они все хорошие, но иногда они прям, ну, настолько прям доброжелательные, и видно, что это просто какая-то как привычка. То есть, человек, допустим, грустный, ты видишь человека, который там грустит или задумался о чем-то своем, но когда ты подходишь и говоришь hello, он тебе настолько улыбается, втретит два зуба, что, ну, это аж неестественно. Вот, то есть, иногда это аж прям, не могу сказать, что это раздражает, но какое-то такое, понимая, что это улыбка, это не тебе. Насчет погоды, погода нам здесь нравится, здесь все хорошо, нам очень, мне очень нравится снег, муж тоже, муж приехал просто снова из Коши, ему очень понравилось, понравилось именно то тепло, та весна, которая там уже, там, у нас здесь еще сегодня было минус пять с утра и снег. Вот, но мне именно этот снег нравится, до сих пор не перестаю, даже каждый день езжу на машине по одному и тому же мосту, и видно через речку Сейн-Джон, видно, как бы, северная часть города. И каждый день, все равно проезжая, уже вроде должна привыкнуть, но все равно наслаждаюсь этой красотой, когда проезжаешь мимо елочек, под снегом или мимо этих деревьев. Ну, короче, очень-очень здесь красиво, очень-очень красивая природа, очень хорошая, по мне, так, очень хорошая погода и тепло и холодно. Мне нравятся все эти перепады, конечно, но, как бы, что поделаешь. Еще одним большим таким плюсом в Канаде я считала, вот, безопасность, безопасность во всем, безопасность всегда. А тут, как бы, не проблематично идти по дороге, ездить, тут вообще очень-очень хорошо ездить на машине, потому что настолько разделены все полосы и настолько подобраны все светофоры везде стоят, что, я не знаю, здесь невозможно, чтобы кто-то в кого-то въехал. Ну, естественно, оно, конечно, возможно, если сильно постараться, но настолько все продумано, все светофоры чуть ли не на каждом перекрестке, все вот эти повороты, что, ну, ездить здесь одно удовольствие. Вот, но, конечно, безопасность здесь бывает чересчур, от которой я рассказывала, это вот этих вот безопасных storm days, когда все сидят дома, и вместо того, чтобы дети шли в школу или в садик, сидим дома, потому что безопасность превыше всего. Вот, что еще насчет еды хотела еще сказать, что здесь очень много, очень-очень большой выбор, как в супермаркетах. Можно найти еду и продукты, наверное, любой, любой нации, вообще, все, что хочешь. Даже вот спрашивали меня, там, селедку можно купить? Можно. Единственное, что нету гречки в таком свободном доступе, то есть есть украинские магазины, интернет-магазин, которые доставляют русские, украинские, израильские, любые продукты. То есть, если сильно захотеть, можно и гречки купить. Мы ее объелись, мы гречку не хотим. Ну, допустим, селедку, творог, все это можно купить без проблем. И очень-очень много здесь всяких, и мексиканская, и индийская, и китайская, любая кухня. Не только в супермаркетах, но и в ресторанах. Тоже ресторанов куча разных, на любой вкус. То есть, в принципе, если захотеть, если знать что, то можно покупать. Мы пока еще особо не распробовали. Мне там на работе иногда пытаются подсказать, чтобы там вот мы пробовали недавно такосы, мексиканскую кухню. Еще мне буквально сегодня рассказали про доритас. Короче говоря, будем пробовать, пробовать, пробовать. Но вот, как бы, стараемся не сильно пробовать, потому что иногда можно попасть на что-то настолько невкусное. Вот. Например, вот мне не нравятся всякие соусы в них. Не очень вкусные обычно. Вот. То есть, разнообразие кухни тут огромное. Но, опять-таки, нужно знать, что покупать. Или нужно потихоньку пробовать. Мы пока только стараемся, пока только пробуем. И, кстати, вот стереотипы о Атлантической Канаде. Мы когда собирались сюда, вообще, когда еще всем чатом обсуждали, и не обсуждали, а когда мы всем чатом мечтали, что мы попадем в Атлантическую Канаду, мы мечтали о лобстерах. Столько разговоров было, что все, поеду в Канаду кушать лобстеры и так далее. На самом деле, вот сколько мы тут не пытаемся найти вкусных лобстеров, вкусных лобстеров здесь нет. Здесь их много. Просто можно их приходить домой варить или в ресторане вареного кушать. Но такого, чтобы вкусного, как мы вот ели на Шри-Ланке, вкусных морепродуктов здесь пока мы не нашли. Вот. Так что, такие вот у меня пока мысли о том, что хорошо здесь и что плохо. Как бы можно бесконечно этот список плюсов и минусов здесь создавать. Но это пока то, что у меня придумалось. Как бы из того, что мы сделали, мы сделали уже все. То есть у нас уже все есть, все права, все страховку вот мы сейчас оформляем на год дешевле. Потому что уже права у нас канадские, не бранцвиковские. А уже все-все-все у нас все есть. Даже я в университете уже учусь, грубо говоря. Вот. В планах у нас на будущее это больше путешествовать и больше пользоваться страховкой нашей медицинской. Потому что у нас уже хорошая страховка на работе, а мы так ни разу и не воспользовались. Поэтому мы, наверное, будем придумывать какие-то... Не придумывать, а ходить к зубному, к кокулисту. Попробуем, может, на массаж какой-то записаться. Еще по врачам надо походить, чтобы использовать, чтобы не зря мы платили за эту страховку. Вот. Ну и... И, наверное, в принципе, все. В планах у нас больше путешествовать, больше куда-то ездить. Заниматься здоровьем, заниматься детьми. Заниматься... Наслаждаться просто жизнью. И отдыхать. И радоваться жизни в Канаде.